Так, у всех как самочувствие? Нормально? Да. Все хорошо? Иди сюда. Знаешь, двигатель посвящается. Пошел вверх, пошел вверх. Вот сверху. Пошел вверх. Пошел вверх. Сколько месяцев? Пошел вверх. Вот смотри. Вот первый раз. Ты говорила, раз кому еще? Кому что делать? Знаешь как? Из двух президентов. Из двух президентов. Какую-то самую дружескую страну. Первый вверх. Пишите глины, и я тебе через голову. Во всем, и я тебе через голову. Будешь прямо сказать, нет? Сейчас мы говорим, я будем бояться. Так, ну что? Еще? Готовы? Да, еще у нас есть. Все в порядке? Готовы? 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 Как же мы будем делать спокойно? Вот, а потом делу спокойно. Очень правильно. Переход на другой прием. Моментальный переход. Ты видишь, что не выстрелишь подхват. Сразу пришел на ногу. Сгибать надо для меня двумя руками. Вообще, это правило сгибать двумя руками. Вот одну руку ждем. Это одна эффективность. А когда попадаешься в уголку, совсем не нравится. Поэтому, высоко лопатно, надо сгибать двумя руками. Взял одну, добавил одну. Это правило возле сидения. С высоким партнером. Либо согнуть, либо выйти снизу. В других вариантах. Либо согнуть. В своем случае надо двумя руками. Взял одну руку. Начал тянуть. Когда я пошел, добавил вторую руку. Сюда добавил вторую руку. Вот. А вот когда я иду, я должен разогреть. Взял одну руку. С одной руками. С одной руками. С другой руками. С другой руками. С другой руками. И как можно ниже. Семь. Как можно ниже. Потому что я выше беля. В этом случае. Вот потянул. Все. Я могу успеть все сделать. Да. Вот как только я от одной твоей руками пошел в меня, все ты делаешь автоматически. Все остальное удалось полностью. Да. Вот. У меня получается инструктивно правильное движение. Когда ты уже здесь. и дорабатываешь спиной. И когда он летит туда, ты спиной еще подкалкиваешь его плечо. Это очень правильно. Это на самом деле не помощь. Не примитивная помощь. Несколько ехать. Когда все части твоего тела отправляют его туда. Все части. Когда в броске работает все тело. У нас по рекламе туда час. Уже попило. Две с двадцати. Две с двадцати. Две с двадцати. Две с двадцати. Ну что, у нас еще один. У нас еще один. Заключительный. Еще один. Ну, Борик, если с кем ты… Давай один. Две с двоем. Ну это двоем. Готовы? Топ-топ! Топ-топ! Топ-топ, стоп-топ! Андрей! Нормально. Не тяжело. Может, лезь лучше? Нет, бывает, как расстреливают. Где это? А? Хлопай! А, хлоп! В порядке? В порядке? Все, в порядке. В глубину колено подогнули? Нет, нет. Ну, смотри. Ну, вот я песню. Да? Разрыва не было? Вроде нет. Типа? На зиму-иде. На зиму нельзя. В порядке. В порядке. В порядке. В порядке. В порядку внизу, Вот это, вот это был полет, вот, ты профи, молодец, наверное. Вообще другая вещь. И там уже много лет. Субтитры создавал DimaTorzok В заключении нашего андори-клуба я хочу сказать вам больше В заключении именно этой части непосредственно андори Хочу показать вам один комплекс упражнений, которые на первый взгляд непонятно вообще Приемлеме он к нашей непосредственной практике искусства Дзюдзюдзюдзюдзюдзюдо, самбо и так далее И этот комплекс я взял из одной школы каратэ А как то, мы знаем, я помимо MCUую еще изучаю каратэ в разных стилях То есть это дает расширение этого понимания, что происходит в нашем теле в том или ином случае. И вот я увидел, что этот комплекс каратэ, сначала подумал, то есть меня научил один мастер каратэ этого комплекса, а потом я увидел, что этот комплекс используют японцы в своей соревновательной и тренировочной деятельности именно дзюдоисты. Это называется «5 локтей». Что это значит? Это значит, мы учимся понимать, что наш локоть может давать нам преимущества или некие действия для нашего тела. Мы обычно привыкли работать так, а про локоть мы внимание забываем, а локоть, он активно участие принимает во всех действиях. Технику дзюдо многие. Коучи-гари, оучи-гари, морото-сой-наги, катэ-груму и так далее. И вот это все с помощью локтя. То есть локоть дает направление. И вот для интереса вам я могу продемонстрировать, вы попробуйте. А потом покажу, как японец использует этот метод для практики цюдо соревнований. Для того, чтобы это все вы могли увидеть, давайте так вот сами. Вот сюда, я сюда. Сначала мы сделаем, ну это буквально минут 5-6. Во-первых, это как восстанавливающий комплекс хорошо, и как гимнастический комплекс, и как зарядка утренняя. Я делаю много лет. Маленькие упражнения, пока сначала делаем правым локтем. Простой упражнение. Первый локоть у нас идет сюда. Вот так. Этот же локоть у нас уходит назад. Этот же локоть у нас уходит вверх. Этот локоть у нас уходит вниз. Этот локоть у нас уходит в сторону. У нас получается пять направлений локтя. 1, 2, 3, 4, 5 Тоже самое левую руку 1, 2, 3, 4, 5 Еще разок 1, 2, вверх 3, вниз 4, 5 Это мы сделали просто ознакомительно, чтобы понятно было, куда двигаться опыт Сейчас мы сделаем это все, применяя еще вторую руку Вторая рука будет делать другие действия, вы просто посмотрите Ну и плюс включаем ноги Потому что ноги тоже играют большую роль Человек, прямо ходящее живое существо И основная функция человека – это перемещение тела в пространство То есть хождение, ходьба Если мы не ходим, стоим на месте, то, в принципе, мы никогда не найдем себе ни пищи, ни питания, ни какую деятельность Наш организм просто зачат Под лежачий камень вода нет ничего Мы должны ходить Ну так устроен наш организм Змея ползает, птица летает Человек ходит Рыба плавает Так, я вот остановлюсь Чтобы вам было видно Итак Мы начинаем, да? Затем Три Первые действия Ищ Ни Назад Сам Дверг Си Вместе И поменялись. Так, и пошли вперёд. Ич, ми, са, си, го. И поменялись. Ещё один круг сделаем. Ич, ми, са, си, го. И другая сторона. Ич, ми, са. Ич, ми, си, го. Вот по маленькой гимнатике. Теперь я вам скажу, как можно выполнять это упражнение. Можно выполнять плавно, как река течёт по воде. Можно выполнять резко. Можно внимание делать на ноги. Можно внимание на локоть. Можно внимание на пространство. Всё вместе что происходит. Но если плавно, это мы можем делать там. То есть это безостановочное действие. Перетекание с одного в другое. Перетекаем. И всё время вот эти движения. Ну и дыхание у нас соответственно. Вот это вот. Вот здесь. Ну и если резко, то это вот. Ич, ми, са, си, го. Ну и другой. Это резко. Как применяется? Покажу вот сюда. Как я видел. Я просто случайно смотрел год назад чемпионат мира в Японии. Вот случайно. Смотрите. Вот у нас есть такой захват. Дальше действие. Вот меня берут вот здесь за руку. Что в обычном действии? Я внимание уделяю на кисть. То есть я должен вот здесь. А здесь вот как раз Япония сделал такую штуку. Значит, что он сделал? Он сделал вот это движение назад. То есть я не сулечусь. Вот так. А здесь движение. Всё. Рука ушла. Теперь смотрите. Если... Но у Японца было тут чуть немного изменилось. Он сделал движение назад. А партнёр понял это. И не стал отпускать локоть. И пошёл за ним. Нет, нет. Стой, 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 стой. Это Япония. Я это провёл, да? Партнёр пошёл за ним. Япония чувствует, что он его держит. Значит, и дальше Япония садит. У локоть пошёл держит. Здесь партнёр не отпускал локоть его. А смотрите, что происходит. Само собой, видите, что происходит? Что он? Кудзушик? Да. Я его не вью сюда. У меня просто локоть пошёл туда. Тот парень продолжал держать ему локоть. Он пошёл сюда. Смотрите. Потом он развернулся. И взял его. Всё на этом закончилось. Вот вам действие. Раз. Смотрите. Два. И разворот. На самом деле, что сейчас говорит Роман Георгиевич, это гармония двух видов спорта. Вот в борьбе, вот это вот движение локтём, оно будет субе и расценено, как срыв уход от захвата и контратака. Это не будет расценено, как не суда личное движение. Оно будет расценено, как он заходит на атаку. И вот в этом гармония двух элементов, двух видов лимона. То же самое. Но это я увидел то, что и Боин сделал. Теперь вопрос к тому, что как может ещё этот локоть вот этим захватить. Допустим, мы делали вот эту технику. Раз. Вот сюда. Всё. И нам не надо дёргать и срывать этот захват. Если мы знаем направление, что локоть может у нас идти сюда, мы сюда вошли. Вот он. Эффект. Да? Если мы знаем, что локоть может идти вверх, понятно, вот сюда. Локоть может идти вверх и шею вот сюда. Так же может. То есть мы понимаем, что у нас локоть направляющий механизм. Ну, что касается вниз. Раньше были... А, во-первых, в сторону то же самое. То есть движение в сторону. И так же вот мы движем сюда. Перехватки. Вот тут. Мы акцент делаем не на кисти, да? А на локте. Локоть — это наш вектор. Он нас управляет. Ну и, конечно, передвижение. Вот такую вот интересную вещь я заметил из катер одной школы каратэ, которая используется в японской практике. Осталось добавить, что у японцев это появилось после Лондона. Олимпийских игр, где они не глянули ни одна нельзя. Да, то есть... Мы поменяли правила, и я теперь понял, как... Как что-то ровно устроило. И для чего это всё надо повытили. Ну, для тех, кто не знает, кто-то не помнит. Значит, может был болтяться. Нельзя. И вот то, что Роман ходал, ложится кайф. То есть и торцы перестровались по своему первому. Включите. Он всё расшифровал. Да. То есть, по сути, даже срыва захвата может и не быть, да? То есть, даже если он держит, это оборот для вас хорошо. Если он при этом движении отпустил вам руку, молодец. Вы туда идёте за голову, хватаете там и делаете. Если он держит, вы увидите, что он держит. То есть, локоть направляет. Мы в основном заботимся больше вот там здесь. Что нам с этой делать? А про локоть вот эти вот. Вот очень хорошо. То есть это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот у нас здесь. Каморох самым алгоритмом сделать. Плечевых, да? Для плечевых суставов, как в гимнастике очень хорошо. Убеден, да? И понимание. И обязательно, конечно, шагами. Шаги – это наша основа, да? Мы стоим уверенно. То есть, если мы не уверенно стоим, мы падаем. Ну, как даже уходим. Так. Ну что? На этом мы сейчас заканчиваем наш скромный Рандори-клуб. Мы сейчас завершаем, да? Давайте садимся вот здесь, ребята. Так. Я вот здесь саду. Так. Сейчас еще открою. Да, садись, садись, садись. Мы можем сесть в любой позиции. Можем сесть не обязательно на коленочке. Как угодно сесть. Я сел вот так на коленочке. Кто-то может сесть просто. Есть еще такой, опять меня научил один. Это, в принципе, было всегда. Но есть такой момент. Вот мы сейчас сядем, закроем глаза, восстановим дыхание. А в момент, когда мы закрыли глаза и восстановим дыхание, все наше занятие, как кинолента, как кино в прокруте, с момента нашего входа в зал, и все, что мы делали, все, что мы пробовали делать, все, что говорили учителя, все, что мы здесь общались, Вы попробуйте это все восстановить в памяти, вот так, как в голове. Это один из вариантов еще дополнения тренировочного задания.